Для чего вы покупаете себе квартиру? Для того, чтобы было куда прийти поесть и переночевать? Или для того, чтобы получать кайф и удовольствие от жизни в этом пространстве? Давайте об этом сегодня поговорим. Меня зовут Иван Безруков, я дизайнер интерьера с 20-летним стажем и проектировщик пространства. Сегодня я разберу ЖК Дискавери, тот, который рекламировал пивоваров в своих роликах и так красиво все расписывал. Я вот сейчас нахожусь в офисе продаж нового жилого комплекса бизнес-класса Дискавери Парк от компании МР Групп. Я хочу посмотреть, как это выглядит изнутри. Погнали! Кстати, напишите в комментариях, в каком городе вы ищете квартиру и какие жилые комплексы вас привлекают. Сегодня я буду разбирать двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Дискавери. И посмотрю, что можно из нее сделать с точки зрения удобной и комфортной квартиры. И не просто удобной и комфортной, а чтобы в ней можно было по-настоящему кайфовать и заряжаться энергией. Да и вообще не вылазить из этой квартиры неделями. Итак, берем стандартную планировку двухкомнатную. Что в ней не так? Во-первых, очень маленькие комнаты. Их две спальни, я имею в виду. Одна детская 10 квадратных метров и другая спальня родителей, которая 14 квадратных метров. Можно ли эту двухкомнатную квартиру рассматривать как жилье для того, чтобы кайфовать? На мой взгляд, нет. Почему? Потому что очень маленькая прихожая, в которой сразу же тебе говорят о том, что тебя в будущем ждут очень маленькие комнатки. Так и есть. Маленькая детская 10 квадратных метров и не очень большая спальня 14 квадратных метров. И плюс к этому дурацкой формы. Очень много пространства использовано нерационально. Маленький санузел при этой спальне. Но, кстати, хорошо, что он есть. А то, что он такой формы, это ужасно. Даже унитаз не влез. Сами проектировщики не смогли его сюда поместить. Следующий санузел, он же гостевой, он же детский, тоже не отличается большими размерами. 4 квадратных метра. Это не очень много. Но и гостевая комната. Она вытянутая и окно в торце комнаты. А это значит, что дальняя часть этой гостевой комнаты будет темная. Плюс к этому кухонный гарнитур не очень большой. Плюс стол стоит непонятно где. Маленький диванчик. Ну и напротив него телевизор, конечно же. Как же без него? Мебель расставлена несимметрично. В общем, не по фэншуй как-то. Что нужно с этим сделать? Я напомню, эту квартиру я рассматриваю как квартиру для того, чтобы получать удовольствие от проживания в ней. Поэтому для начала, конечно же, нужно увеличивать прихожую. Второе. Нужно делать больше гостевую комнату и добавлять в ней света. То есть прибавить к ней второе окно. Вытянуть эту комнату вдоль стены с окнами. Таким образом, получив больше света, больше воздуха, а значит больше пространства. Сделать одну спальню, увеличить немножко ванную комнату. Ну и попытаться еще вписать гостевой в санузел. Получается, детской комнаты здесь не будет. Ну, а что вы хотели? Хотите квартиру для кайфа? Долой детские комнаты. Эта квартира идеально подойдет для молодой супружеской пары. Ну или для холостяка. Это уж вам выбирать. Что получилось? Я полностью перекроил пространство. И сейчас вам покажу, как оно стало выглядеть. А сделал я это с одной единственной целью. Чтобы те молодые люди, которые будут жить в этой квартире, ну, кстати, может и не молодые, просто любящая пара, чтобы они получали удовольствие от жизни. А не просто пришли переночевать, поесть и снова убежать. Итак, что мы видим? Для начала я увеличил прихожую, в которой достаточно вместительный шкаф. Здесь же, в образовавшуюся нишу, я поместил стиральную машину. И здесь же будет размещаться уборочный инвентарь, который есть в каждой квартире, и его нужно куда-то прятать. И еще останется место, куда убрать чемоданы, сумки, лыжи, ну и прочие всякие вещи, которые в изобилии обычно бывают у всех людей. Все это спрятано за одну линию дверок, чтобы визуально была одна чистая линия. Напротив, конечно же, консоль моя любимая. Я очень люблю ставить консоли. Во-первых, это функционально, на нее можно поставить сумочки, положить ключи. А во-вторых, это красиво. Над консолью можно повесить зеркало или красивую картину. А еще на консоль можно поставить вазу, в которую будет ставить цветы ваш любящий муж. Здесь дверь, как вы видите, которая ведет в гостевой санузел. К сожалению, здесь поместился только один унитаз. Ну, что делать? Будем руки мыть на кухне. Это помещение получилось достаточно вытянутым, поэтому сам унитаз я придвигаю ближе к входной двери, а за унитазом получается пространство, которое можно использовать для хранения, в котором можно разместить водонагревательный бак. Ну, вдруг вы параноите и думаете, что наступит конец света и кончится горячая вода. Тогда это для вас. А может быть, туда вы захотите установить сейф, в котором будете хранить много денег. Сейчас ведь банки ненадежные, да и вообще что-то на рынках происходит. В общем, хорошее укромное местечко, которое можно использовать по разным назначениям. Но идем дальше. Дальше попадаем в общий зал, в котором есть кухня, стол и диванная группа. И все это расположено по одной центральной линии, как бы по одной оси, что позволяет расположить мебель строго симметрично. А это абсолютно правильное расположение мебели. Кстати говоря, еще и очень удобное. Здесь мы готовим, здесь едим, здесь сидим, смотрим телевизор. К сожалению, места не осталось под остров. Я очень люблю ставить остров на кухню, но здесь так мало места, что просто некуда его поставить. Поэтому вместо острова можно использовать этот стол. Пользуйтесь на здоровье. Из этого зала, с двумя окнами, кстати говоря, а это очень даже здорово. Ведь правда так лучше, когда два окна вдоль длинной стены, а не когда одно окно в торце. Так и света больше, так и настроение улучшается, потому что солнце это всегда хорошо. Дневной свет это прекрасно. Да будет свет. Из общей комнаты мы попадаем в спальню. В спальне кровать, а напротив консоль. В старой планировке перегородка была вот здесь, но я ее отодвинул туда, дальше, в зал. Для того, чтобы напротив кровати можно было поставить либо консоль, либо тумбу. А еще при этом, чтобы осталось расстояние между кроватью и этой консолью. Чтобы можно было ходить комфортно и не запинаться ногами об углы кровати и об консоль. В предыдущем варианте планировки невозможно было ходить вокруг кровати. Все стены оботрете и ноги обобьете, потому что места очень мало. И только в таком варианте планировки вам будет удобно и комфортно. Из спальни вход в гардероб. В гардеробе два шкафа. Один глубокий на 600 мм, в котором вы повесите все свои пиджаки и платья на плечики. А напротив шкаф не очень глубокий, в котором будет удобно разложить, например, сложенные кофты, трусы, носки, лифчики. В общем, все то, что хранится в спальне, будет в этой удобной гардеробной. А в торце этой гардеробной можно повесить зеркало в полный рост. Правда, удобно. Переоделся, посмотрелся и пошел. А еще из этой спальни есть вход в хозяйскую ванну. И вот тут все самое интересное только начинается. Заходим в ванну, и она у нас состоит как бы из двух помещений. Одно большое, в которой раковина, ванна и душевая. Об этом чуть позже. И из другого поменьше, за перегородочкой, чтобы сильно в глаза не бросались. Унитаз и биде. Поэтому, спрятавшись за эту перегородочку, вы будете чувствовать себя уединенно и комфортно. Зачем нужна эта перегородочка? Зачем нужно уединение в этом и так уединенном помещении? А затем, что часть стены стеклянная. И вот эта часть. Зачем я это сделал стекло? Помните, я вам говорил, что квартира-то для кайфа. Представьте, вы зашли в эту ванную комнату, легли в ванную, взяли чашечку шампанского, и лежа в пенной воде, неспешно попиваете шампусик и смотрите в это окно. Видел чудеса техники? Но такого? Ну правда же здорово? А еще, эта прозрачная стена позволяет запустить максимум солнечного света в ванную комнату. Ванная комната с окном, это всегда здорово, это всегда позитивно. Даже когда вы умываетесь и вас освещает дневной свет, это совершенно другое ощущение, нежели когда электрическая лампочка висит над вами. Согласитесь? Круто! Ванна находится на подиуме. Сделано это для того, чтобы здесь, в подиуме, организовать слив, то есть трап душевой, для того, чтобы вода утекала. А откуда появится вода, вы спросите, а она появится из душевой колонки, которая будет висеть на стене. И когда вы принимаете душ, вы смотрите в окно, а вас освещает солнышко. Представьте, если в душе моется ваше любимое, прекрасное дело, за стеклом, а вы на диване. Какая картина, представляете? Чудо просто! Ну а что делать, если кто-то стесняется? Ничего страшного. Мы установим смарт-стекло. Смарт-стекло, это такая штуковина, которая при нажатии на кнопочку, делает стекло непрозрачным. Это стекло устроено так, что внутри него расположены кристаллы, и они поворачиваются одной стороной, либо другой. А вы это делаете с помощью нажатия кнопочки на клавиши, как простой выключатель. Это главная фишка в этом интерьере. Солнечный свет в ванной комнате. А также увеличение пространства за счет того, что одно перетекает в другое. Согласитесь, это круто! Ну и конечно же, я не забыл про места хранения в ванной комнате. Мы же помним, что у всех, абсолютно у всех, огромное количество баночек и скляночек. Они поместятся вот в этом вместительном шкафу. Не очень глубоком, но очень функциональном. От пола до потолка и от стены до стены. Это огромный шкаф, который сольется со всей стеной. Кстати, стену можно продлить тем же материалом, что и дверки этого шкафа. Это сделает шкаф незаметным. И тогда не надо будет городить всякие тумбы под раковину. Раковина у нас будет легкая и воздушная. Это будет очень красиво. Отдельно стоящая раковина. Отдельно стоящая ванная. И все это за стеклом. Ну правда же, это чудо! Кстати, если вы хотите узнать, как делать такие же прекрасные планировки, то переходите по этой ссылке, и вы получите видео-уроки. по тому, как делать планировку. Итак, давайте резюмируем. Есть две планировки. Одна, в которой вы кайфуете и получаете удовольствие для жизни. И другая, в которую вы приходите поесть и переночевать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую выбрали бы вы планировку. В какой вы бы жили. Напишите в комментариях. Это внизу. Какая вам больше понравилась. И как бы вы сделали для себя. Поставьте лайк, если вам понравилась планировка. Нажмите на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о следующем моем выпуске. Ну и подписывайтесь на канал. Дизайнерских вам эмоций.